Ох, и сейчас затрону такую очень серьезную тему, и тема женского алкоголизма, и даже не знаю, вчера ночью такие были, новости мне очень хорошие, я думаю, наверное, понимаете, о ком речь. Вот к чему я, новость такая, пишет мне мой директор, что вчера умерла Либерж, а я говорю, слушай, да не, быть такого не может, вот, нашли там, на скорой вывезли, все как полагается, я говорю, да не, я говорю, наверное, хайпует, я просто помню историю, которую она делала, продумывала, вот, они были всегда очень яркие, очень так правдоподобно, вот, а оказалось, нет, действительно, умерла девчонка, и жалко, жалко, знаете что, то, что вот столько дней пролежало, и никто не стал ее искать, никто не стал помогать, и вообще, с другой стороны, почему должны искать, помогать человека, вытаскивать, если человек постоянно в алкогольной зависимости, она просто вот годами, вот сколько я ее лет знала, на столько лет в алкогольной зависимости была. И сейчас многие скажут, что я очень циничная, очень жестокая, очень злая, считайте, я считаю, что это для нас всех, особенно женщин, очень крутая поучительная история, и заметьте, у девчонки, у нее всегда было отекшее лицо, она всегда была опухшая, проблемная кожа всегда была, которая она лечила, это все всегда были сигареты, она очень много курила, как вот по моим воспоминаниям, тогда это было сколько лет, 8 назад, вот, она очень много пила, она пила, даже вот в заварнике чай стоял, а она его наливала, это коньяк, и пила его, как чай, даже носом не повела, что это вот коньяк, и представьте, вот столько лет пить, вот это вот лицо пропитое, отекшее, опухшее, а все думают, что она там чем-то болеет, и она потом чем-то начала болеть, потому что организм начал давать сбой, потому что я уверена, что у девки не было еды поесть, а вот на бутылку всегда она могла найти, она лучше не поест, но выпьет. И тут не стоит винить родителей, задавать им вопросы, почему они там не доглядели за ребенком, хотя у меня тоже были эти вопросы, блин, почему за девчонкой так вот родители, она взрослая, ей давно стукнуло 18 лет, еще там больше 10 лет назад, и она сама в праве принимать ответственность за свою жизнь и делать выбор, либо в эту сторону, либо в эту, и она сделала, к сожалению, в очень плачевную сторону выбор, это был ее выбор, и стоит принять это, не винить ни друзей, ни соседей, ни родных, ни близких, никого, это был ее выбор, она захотела пить, она захотела болеть, она захотела именно вот так закончить, к сожалению, свою жизнь. Поэтому вот такая вышла поучительная история, как не стоит жить, и как стоит принимать ответственность самому за свою жизнь и делать в правильную сторону свой выбор. И прекратите мне вот эту фигню писать о покойниках, либо никак, либо хорошо, либо задом-передом, как там еще говорят. Оставьте эту фразочку, пожалуйста, вот своим подружкам на кухне за чашкой чая. Хорошо, пример вам приведу, даже для тех, кто вообще ничего не понимает. Взять мусоргского композитора, мой самый любимый композитор, алкаш-тунеядец, игроман просто, за то, какое наследие миру оставил, какие композиции, какой репертуар, но закончил жизнь вот так. И мы же об этом спокойно говорим, что вот такой великий композитор вот скончался там от алкоголизма, от кучи болезней и тому прочее. Но мы же об этом спокойно говорим, что-то мне никто не скажет и не говорил мне, что ты говоришь о композиторе, о покойнике в таком плохом ключе. А почему здесь тогда вот так? Ну вот как-то соображайте немного, ну как-то немного включайте маски, девочки. Еще раз говорю, отличный пример, как мне стоит жить. Очень жаль, ребер, очень жаль. Талантливая девчонка. Мне очень интересно, что по этому поводу всему думаете вы. И может кто знает, может какой-то сбор открыт на похороны. То есть я бы, ну, как-то вот какую-то бы поддержку от себя оказала. Вот.